Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сообщил о своих намерениях оккупировать Таджикистан. Об этом сообщает российская газета. По словам депутата российского парламента, в 2036 году он собирается уйти из политики. Но до этого он хочет присоединить к России, Азербайджан и Таджикистан. Такое заявление содержится в уже опубликованной прощальной речи Жириновского. С прощальной речью он собирается выступить перед 200-тысячной толпой, собравшейся на Красной площади на 1 мая 2036 года. Я ухожу, но я не оставляю вам преемника, потому что наступило время прямой демократии. Правительство России тоже сформировалось с участием Госсовета и граждан, которые путем голосования через интернет выбрали самых достойных. Так мы сделали по всей вертикали власти. Не нужны ЦИК, УИКИ, наблюдатели, члены комиссий, бюллетени, миллиарды денег были сэкономлены. Сказано в прощальной речи Жириновского. Следует заметить, что данное заявление главного националиста-старожила о российской политике, хотя и является лишь его очередной абсурдной эпатажной выходкой, но, тем не менее, достаточно точно отражает амбиции России по восстановлению колониального контроля над Таджикистаном, который с конца 19 века в течение более чем 100 лет уже находился в оккупации сначала царской России, а после Советского Союза. Эксперты отмечают, что данное оскорбительное в адрес народа Таджикистана заявление осталось безответным со стороны таджикских чиновников, именно по той причине, что режим Арахмона является хранителем и проводником имперских интересов России. Российская военная база в Таджикистане. Срок его действия обозначен до 2042 года.